Всем привет! Наконец-то я решила снять для вас видео о своих книгах. Когда вы смотрели рум-тур, вы видели на полочках, у меня стояли книги, стоят те книги, которые я люблю, которые берегу, и они для меня очень важны. Они сыграли большую, очень важную роль в моей жизни. Книги, которые перевернули мою жизнь, мои взгляды на жизнь, и, в общем, много что дали мне понять. Я уже вам рассказала о том, как я приехала в Москву в 2007 году, и как я стала бизнес-вумен, в общем, открыла свое дело и стала вести свой бизнес. Но я уже в том видео не стала вам говорить, что на мое решение еще очень большую роль повлияли книги. Но не будем забегать вперед, я хочу рассказать вам по порядку. Получилось так, что, живя в Ростове, и уже в том как раз-таки году, уже возраст 43 года, дети выросли, и я, в общем, немножко потеряла себя. Работала на тот момент я как раз уборщицей. В возрасте 43 лет, где-то вот как раз 2007 год, наверное, было такое уже стечение обстоятельств, и уже, скорее всего, по возрасту, видно, я пришла к такому пониманию, что моя жизнь меня не устраивает, мне многое не нравится в моей жизни, мне не нравится то, чем я занимаюсь, мне не нравится, кем я работаю, мне не нравится круг моего общения. Моя личная жизнь, в принципе, не складывалась. Мужчины, которые мне встречались в жизни, я понимала, что это не те мужчины, которые я хотела бы, чтобы был моим мужем, например. Вообще в моей личной жизни что-то не складывалось, в моей деятельности что-то не складывалось. Я была не удовлетворена вообще своей жизнью. Я понимала, что еще я не стара, еще полна энергии, но я не понимала, что мне делать, как мне жить дальше, что-то нужно менять. Это я понимала. А что менять и как менять, понимания такого не было. И в тот момент как раз дочка позвала меня жить к ней в Москву. Я решила, что нужно все-таки что-то делать, нужно сдвинуться с места и нужно что-то менять. И я поехала к ней, в общем-то, я поехала в Москву, наверное, для того, чтобы найти себя, понять себя и что-то в своей жизни поменять. И так получилось, что когда я к ней приехала, первое время, первые несколько дней, пока я сидела дома, пока я адаптировалась, я на полочке увидела у нее книгу, мне захотелось почитать. И первая книга, которая мне попалась в руки тогда, это вот как раз Мирзакарим Нарбеков, которая называется «Где зимует куськи на мать? Или как достать халявный миллион решений?» Эту книгу я открыла и начала читать. Хочу сказать, автор пишет своеобразно и очень интересно. Наверное, вот пинок под зад, извините за выражение, который он дает, прямо выражаясь, так сказать, прямо так и выражаясь, наверное, этого мне не хватало. И, в общем, когда я прочитала эту книгу, она меня как-то вдохновила, придала мне каких-то сил уверенности, и я поняла, что нужно двигаться и нужно что-то делать. В общем, дома я посидела где-то недельку, книжечку я прочитала и нашла себе работу, и вышла, начала работать. Работать кем я начала, я уже рассказала в предыдущем видео. Я пошла работать продавцом-консультантом в мебели. И, помимо прочего, хочу вам сказать, что вообще в мебели, когда очень мало покупателей, и ты сидишь как в музее, обставлено этими корпусами-корпусами, и там торговый центр, несколько этажей, куча-куча мебели стоит, и там где-то, где-то сидят продавцы, и все читают книги. Ну, по крайней мере, там, где я работала, именно вот в этом торговом центре, такой он не в центре города, на шоссе энтузиастов находилась. Все читали. И, в общем, это первая книжка, которую я прочитала. Потом, когда я села и стала продавать корпусную мебель под заказ, там бывало, что в час, может быть, один клиент, а то и в два часа один клиент пройдет. Ну, конечно, книжечку мы сразу прятали, но времени для чтения было много, и это мне было как раз тогда и в плюс. Вторая книжка, которая попалась мне тогда, я думаю, что книги начали сами меня искать, потому что они понимали, что я ищу их, и я ищу эту информацию, которая есть в этих книгах. Вот таким каким-то чудесным образом бывает, что мы ищем какие-то книги, которые дают нам какую-то пищу для мозгов, и эти книги начинают попадаться нам на глаза сами каким-то случайным образом. И вторая книга, которая попалась мне на глаза, это «Транссерфинг реальности». Вадим Зеланд. «Транссерфинг реальности». Об этой книге я уже была наслышана тогда, от дочки, кстати, слышала. Она слышала от своих друзей и знакомых, что книга, которую нужно прочесть. Когда я начала ее читать, честно говоря, она не всегда мне легко давалась. Какие-то моменты мне давались тяжело для моего понимания ума. То есть у каждого человека свой какой-то уровень, наверное, понимания, да, или развития какого-то, или образования, скажем. Ну, где-то она моментами мне читалась легко, и я понимала, о чем я читаю, и соглашалась со многими вещами, которые здесь написаны. А некоторые моменты, где-то у меня была пробуксовочка, и даже какую-то страницу мне приходилось второй раз, третий раз, четвертый раз прочитать, для того, чтобы понять, что я прочитала вообще, о чем. Но где-то я пропускала этот момент и шла дальше, потому что я понимала, что дальше, может быть, мне что-то станет яснее, и тогда я вернусь к этому, или мысленно, или опять на эту страницу, и уже где-то что-то пойму. В общем, эта книга мне далась с трудом, но я упорно ее продолжала читать. Прочитала я ее, наверное, за месяц. Скорее всего, так. Она мне... Долго она мне читалась. Вот. Но так как мне понравился Нарбеков и вот эта вот первая книжка, которую я прочла, я стала ходить по книжным магазинам и искать книги, какие еще Мирзакарим Нарбеков написал. Потом я купила книгу «Аркан для бешеной селедки». Прочла ее. Мне понравилось, как всегда. Потом я купила еще одну книгу «Здоровье на всю жизнь» или «Опыт дурака». Потом я купила еще одну книгу этого же автора «Работай над собой». Еще одна книга Нарбекова «Энергетическая клизма». Тоже прочла. Потом я поняла, что, наверное, я прочла почти все книги, по крайней мере, вот на тему развития себя. Другие там книги были о здоровье, но, в принципе, они мне тогда были неактуальны. И, в общем, я их не покупала. Кстати, купила книжечку, которая вроде бы как и для детей написана, но с глубоким смыслом. И я тоже ее с удовольствием прочла. Ну, помимо Нарбекова, я еще читала Пелевина, Виктор Пелевин. Ну, вот пару книжек. Это которые я с Москвы привезла с собой. «Священная книга оборотня». Дочка ее давно прочла. Я тоже ее прочла. Тоже забрала с собой. Также прочитала несколько книг Паула Куэлью. Но здесь у меня сейчас только одна на данный момент осталась. Еще мне понравилась «Вероника решает умереть». Тоже с глубоким смыслом. Хотя, в общем, как бы рассказ, но и тем не менее с глубоким смыслом. Ну, в общем, это не все книги, которые я прочла. Я стала читать за поем. Я читала целыми днями, вечерами, ночами. То есть каждую минуту, если я ехала в транспорте, в метро, то каждая минута, которая у меня была свободная, книги всегда, какая-то книга была с собой у меня. Я все время открывала и читала. В общем, я стала поглощать информацию, как прям не знаю кто. Я стала понимать, что многого, чего-то я многого не понимаю в себе. Ну, еще в Ростове я поняла, что во мне что-то не так. Что-то со мной не так, когда зачастую мы, бывает, не удовлетворены своей жизнью. И нам кажется, что в этом виноват кто-то. Начинаем обвинять какие-то обстоятельства. Кто-то виноват, но не мы. Ну, на самом деле, в общем-то, я, наверное, к этому возрасту поняла, что никто не виноват. Мы сами строим свою жизнь. И, в общем, мы виноваты сами. Я начала копаться в себе. Я понимала, что что-то не так, я что-то делаю неправильно. Что я хожу по какому-то замкнутому кругу, делаю одни и те же ошибки. И, в общем, этот какой-то круг, мне хотелось просто как-то разорвать его и выйти куда-то вот за пределы этого круга. И, может быть, тогда, когда я поняла, что я хочу перемен, и мне нужно что-то менять, ну, по крайней мере, я сменила место жительства, я сменила круг общения, просто решила поменять общение, пообщаться с людьми, которые умнее меня, допустим, успешнее меня, чему-то у них научиться. И когда я стала читать вот эти книги, ну, тут уже я точно поняла, что, в принципе, вся причина во мне, и нужно мне самой в себе что-то менять, и мне нужно менять саму себя. Но самое главное, нужно сначала понять себя, а потом уже делать какие-то изменения. То есть, если мы понимаем, то тогда мы что-то и делаем. И тогда мы уже знаем точно, что нужно делать. Из этих всяких разных книг, это далеко не все книги, это вот когда я уезжала уже из Москвы в Ростов, возвращалась домой, в моем чемодане он был очень тяжелым, не столько вещей было, я даже некоторые вещи там не очень нужные оставила в Москве. А книги, особенно вот эти, для меня были важны. И я хотела, чтобы они находились все время со мной рядом, чтобы я могла где-то что-то открыть, где-то что-то перечитать. И обязательно это запомнить, и не забыть, не забывать о том, что я прочла. Для этого я стала из книг выписывать какие-то фразы. Вот если я, допустим, читаю книгу, и вижу, какая-то интересная фраза написана, и я 100% с ней согласна, и думаю, ну ведь это же где-то сидело в голове, а почему я не применяла это в жизни. Я эти фразы стала выписывать. Сначала в тоненькой тетрадке, потом быстренько я поняла, что эта тоненькая тетрадочка будет слишком тонка. Я тогда начала выписывать в общую тетрадь. И таким образом, вот здесь пять общих тетрадей. Это вот тетради, в которые я выписывала те моменты, которые мне нужно было обязательно запомнить, и прямо несколько раз повторить, прямо на лбу себе написать. Мне даже хотелось иногда прямо писать такие вот бумажечки, и прямо по стенам себе их наклеивать, чтобы все время на них натыкаться и не забывать какие-то моменты истины вообще. Открою, например, какую-нибудь одну из них. Ну вот просто открываю. И что я тут читаю? У меня есть очки для чтения. Они плюс один, но лучше я вижу буквы. Вот просто читаю фразочку, которую я выписала вот в одной из книг. Перемешку. Бывает, что мы охотнее возлагаем на свои плечи ответственность за других, чем за собственную жизнь. Но пока мы не встанем на путь воплощения своей судьбы, мы не сможем по-настоящему помогать другим людям. Просто вот такой вот кусочек. Ну или вот, например, другой кусочек. Мы легко впадаем в гнев, когда слушаем мудрецов, говорящих о том, как привязанность к старым привычкам ограничивает наш творческий и духовный потенциал. Мы готовы побить камнями тех, кто учит нас следовать голосу, сердце и совести. Мы предпочитаем жить без забот, оправдывая себя и возлагая вину за свои ошибки и неудачи на других людей и на обстоятельства. Ну, в общем, вот такие вот фразочки я стала выписывать. Такие нужные моменты, которые нужно помнить и не забывать. Эти тетрадки тоже я привезла с собой. Но тогда у меня их было меньше. Тут в Ростове я уже дальше писала. Когда я приехала в Ростов, вернулась я в 2010 году. Я вернулась уже, у меня была работа. То есть я, в принципе, в Москве работала промолтером на бытовой технике. И та же компания, просто филиалы находятся по разным городам. Я, в общем-то, приехала и также пошла работать уже по своей работе, уже в магазин, в видео про Ростов. Но я продолжала читать книги. Я многое в себе поняла. Я многое в себе изменилась. Разобралась, наконец-то, в себе. Ну, по крайней мере, я поняла, что в личной жизни я находила сама себе, например, таких мужчин, которых потом приходилось мне тащить на себе. И они становились для меня обузой. Но никто не виноват в этом, в том, что таких мужчин, в общем-то, я сама находила. Но для себя я поняла, что мне лучше быть одной. Потому что до этого мне навязывали, это было навязано извне, что женщина любая, она должна быть замужем. И, в общем, как бы замужем вроде как быть необходимо. Ну, ладно, я понимаю, когда нужно родить детей, для этого, конечно, лучше, чтобы была полноценная семья, муж, мама, папа, дети. Все хорошо. Но когда я детей уже вырастила, и больше уже не планировала никаких детей рожать, необходимость в муже, в принципе, и отпала. При том, что мне понравилось уединение, мне понравилось читать книги, думать, размышлять. Для этого нужна тишина, чтобы никто не мешал, не отвлекал. Просто появление рядом какого-либо человека, который будет находиться постоянно со мной в одной комнате, в одном помещении, и отвлекать мои мысли от моих каких-то мыслей, да, нужно будет проявлять какую-то заботу, какое-то внимание для кого-то, с кем-то считаться, с чьим-то мнением. Но я привыкла быть самостоятельной, и я поняла, что самостоятельность, именно независимость, скорее всего, она для меня важна, важнее, чем быть с кем-то. Поэтому я осознанно выбрала одиночество, но я, честно говоря, одиночество не чувствую, я вообще не чувствую одиночество, потому что одиночество, скорее всего, чувствуют те люди, которые нуждаются в ком-то. А я нуждаюсь в уединении, мне самой с собой не скучно, мне самой с собой даже лучше, чем, ну, с кем-то еще, допустим, да. Я могу с кем-то общаться, но уже по собственному желанию, а не потому, что это необходимо. Поэтому я осознанно не вышла больше замуж, я больше не стала заводить себе никаких там не ухажеров, ничего, просто я живу сама, и свое время я посвящаю детям, книгам, ну, каким-то другим своим интересам. То есть, в общем, я бы сказала так, что я живу для себя и делаю то, что я хочу. При том, что, начиная с 2010 года, как я вернулась в Ростов и пошла работать промоутером в магазин бытовой техники, как я уже рассказывала в предыдущих своих роликах, работа меня полностью поглотила, я ушла с головой в работу, потому что работа мне нравилась, она была мне интересна, и даже какой-то был азарт в том, что какое-то время у меня не было ограничения в зарабатывании денег, то есть, у меня был какой-то оклад, это чисто почасовые выплачивались, где я проводила время на работе, и потом у меня были бонусы от продаж, не было ограничения в зарплате, то есть, я могла заработать больше, если я буду больше прикладывать усилий для работы, и, в общем, меня это захватило, поглотило с головой, и я ушла вся в работу. В 2011 году у нас закрыли проект, один проект закрыли бытовой техники, и нас всех распустили. Какое-то время я осталась без работы, но я устроилась работать продавцом в торговый центр одежды, и тоже там такой торговый центр мёртвый, где было очень мало покупателей, и опять была масса свободного времени читать книги, и я их опять стала читать, перечитывать. Притом получилось так, что моя директор, хозяйка точки торговой, мы с ней часто беседовали по душам, и у неё были какие-то проблемы с сыном, она не понимала, что с ним делать. Я пыталась ей какие-то давать советы, но я понимала, что мне нужно человеку много в голову вложить, для того, чтобы она что-то поняла. Я стала приносить ей книги, вот Нарбековой некоторые книги, которые я просто давала и говорила, прочти, прочти, ты найдёшь в этой книге ответы на многие свои вопросы. Но за своей занятостью ей некогда было читать. И в общем я, я стала перечитывать эти книги заново все. Я стала выписывать специально для неё то, что необходимо ей знать и донести. И в общем в итоге получилось так, что я написала свою книгу из всех книг, которые я прочла. Здесь далеко не все книги, которые я прочла. И по буддизму многие книги я читала в Москве. И разных других авторов. Ну в общем, выписывала я в тетради с разных книг, не только из этих книг информацию. Есть книги, которые, в общем-то, кому-то отдала почитать, и мне так и не вернули. Очень интересные, тоже познавательные книги. Но у меня уже кое-что оттуда было выписано. В общем получилось так, что из этих всех своих тетрадей я начала писать специально книгу для этой своей директрисы. Для того, чтобы она просто одной книгой могла понять всё, что понимаю я, всё, что я хочу и не могу ей донести. И эту книгу сделать настольной не только для неё, но также для себя, для своих близких, для своих друзей, знакомых и родных, у кого может быть какие-то проблемы в жизни, в личной жизни, в трудовой там жизни, кто может быть где-то не понимает себя, кто-то ищет себя и хочет найти себя и не может найти себя. В итоге я написала книгу, которую назвала «Путь к себе». Написала её в 2012 году. Эта книга не для издательства, потому что у меня тогда первоначальная цель была написать книгу для своих близких людей и для себя. Сделать её как настольной книгой, как только у меня в какой-то сфере появляется какой-то вопрос или какие-то сомнения, непонимания, чтобы я открыла главу соответствующую и коротко и ясно прочла, что, к чему, что нужно делать, что нужно помнить, вспомнить и не забывать. Если кто-то пытается вами манипулировать или у вас какие-то трудности, может быть, с воспитанием детей, ну или какие-то другие моменты, то можно просто открыть эту книгу и прочесть. Когда эту книгу я написала, из моих знакомых некоторые говорили, почему ты её не издаёшь? Ну я сразу сказала, издать её в этом виде, в каком она сейчас существует, нельзя, потому что, ну, грубо говоря, это плагиат. Здесь есть много чего-то моего, но много чего-то и не моего, чужого. Для того, чтобы книгу написать свою и уже информацию, которая уже имеется в моей голове, которая переваренная уже мною, её нужно изложить правильно, эту информацию, её нужно отредактировать, чтобы она была именно читаема широкой массой читателей, да. Ну, на это нужно и время, и деньги, и много чего прочего. А книга вот в том формате, в котором я её написала, прям вот в таком вот формате, она меня устраивает, она мне нравится. И переделывать мне её, честно говоря, не хочется, то будет уже совсем другая книга. И я решила пока оставить всё как есть, но оно как есть, так и осталось. Вот с 2012 года книга у меня лежит, она у меня есть в цифровом формате, и я её по почте скидываю своим знакомым, если кому-то это нужно. Ну, в принципе, уже мои знакомые многие прочли, с кем-то мы уже эту книгу обсудили. Но я поняла, что далеко не все люди ищут себя. Наверное, для этого нужно созреть, для этого нужно, наверное, какого-то опыта набраться, плохого, хорошего, разного опыта нужно набраться. И, наверное, может быть, в каком-то возрасте уже человек начинает понимать, всё ли его устраивает в его жизни, или что-то не устраивает, что-то нужно менять. И вот тогда, только в том случае, человек начинает искать путь к себе, к себе настоящему. Потому что очень часто мы одеваем маски или играем какие-то роли, но, как правило, мы не настоящие, многие люди не настоящие в жизни, да? Или дома мы такие, а на людях мы другие. И для того, чтобы найти себя не в масках этих, снять с себя все маски, убрать все эти роли, а понять, кто ты есть таков на самом деле, для самого себя понять, вот тогда мы начинаем искать путь к себе. Поэтому я книгу так и назвала, путь к себе. А вот уже по прошествии нескольких лет, с тех пор, как эту книгу я написала, сейчас я понимаю, сначала я её отложила и решила, что, наверное, придёт когда-нибудь время, когда я за неё сяду вплотную, напишу её, перепишу её заново, отредактирую, напишу по-другому что-то, может быть, и отдам её в издание, и её напечатаю. Но по прошествии уже нескольких лет я теперь понимаю, что, скорее всего, вот эта сжатая информация, она может быть полезной для тех, кто, может быть, уже читал такую литературу, читал много уже такой литературы. У человека, когда есть вот общее, вот это уже понимание, и где-то, когда-то нужно, может быть, что-то вспомнить, себе что-то напомнить, вот тогда, может быть, эта книга, она может быть такой вот настольной, и такой может быть полезной. Хотя настолько глубоко уже заседает в тебя вся эта информация, она углубляется, эта информация, и она уходит уже куда-то в подсознание, и когда в какой-то ситуации, когда вот возникает ситуация, да, и эта информация, она всплывает в нужный момент и даёт тебе подсказку в голове. Самое главное, нужно прислушиваться к себе. Ну, например, я сейчас чётко понимаю, если кто-то пытается мной манипулировать, я этому человеку не позволю это сделать, потому что я это сразу чувствую. Если, допустим, кто-то на меня решил обидеться, потому что я, например, давно не звонила, ну, во-первых, я никому не обязана там звонить и болтать по телефону, если я этого не хочу. А во-вторых, я просто прекрасно понимаю, что если ты на меня обиделся, этот человек делает обиженную мину, он типа может не поздороваться, я тогда перестаю вообще этого человека замечать, потому что я понимаю, что мной пытаются манипулировать. То есть тот, кто на меня обиделся, тот сразу свободен вообще, сразу свободен. А если ты мой друг, если я тебя чем-то там обидела или что-то, давай обсудим, поговорим, скажи мне свои аргументы, я скажу свои аргументы. Когда получается диалог, тогда продолжается общение. Поэтому, знаете, вот сразу вам скажу, если кто-то на вас обижается вдруг впустую ни с того ни с сего, тот пытается человек сделать так, чтобы вы спросили, а что не так. Или вы тогда будете стараться сделать так, чтобы этот человек на вас не обижался, потому что вам неприятно, что этот человек на вас обижается. Вы сразу знаете, что вами пытаются манипулировать. Все, обида это манипуляция. Но многие другие вещи, которые, конечно, обсуждать придется долго. Здесь есть такие главы, например, как что такое норма. Что такое норма? Кто установил эти нормы вообще? Что такое лень? И как с ней подружиться? И как с ней бороться? В главе, например, что такое лень, описывается, что человек может позволить себе иногда где-то полениться. Но сначала нужно что-то сделать для того, чтобы потом дать себе какую-то слабинку, какую-то поблажку. Если я, допустим, трудилась, допустим, пять дней на работе, шестой день у меня, например, уходит на какие-то там домашние дела, или после работы я очень устала, мне нужно отдохнуть. И я могла позволить себе один день в неделю чисто поваляться в постели и ничего не делать. Я объявляла всем, что у меня день лентяя, и я ничего не делаю. Но со своей ленью нужно договариваться. И, допустим, я своей ленью говорю, сегодня мы с тобой поленимся, поваляемся, ничего не поделаем. А завтра мы встанем и начнем делать дела, которые запланировали, которые делать надо. Договариваться надо. Ну, в общем, в этой книге много глав, я не буду вам говорить о них, в общем, об этой книге говорить не стоит, потому что у вас нету и не будет ее возможности почитать. Но, по крайней мере, я вам показала те книги, которые я ценю, которые я очень люблю, которые рекомендую вам почитать. Возьмите, почитайте Нарбекова, почитайте Транссерфинг реальности. Очень много вещей вы сможете полезных для себя оттуда исчерпать и многие вещи понять, в каком мире мы живем. Вот еще, например, я хочу вам сказать. Вот глава, которая называется ДЭФ. Что такое ДЭФ? Как это расшифровывает? Это деструктивные энергоинформационные формирования. В общем, эту главу я написала благодаря книге Транссерфинг реальности. Вот начинается она так. В привычке мыслить негативно есть очень важный момент. Спросим себя, а откуда они берутся, эти самые негативные мысли? Если мы согласны, что по мыслям нашим да будет нам, то почему продолжаем мыслить негативно? Зачем сами себе создаем негативные ситуации на будущее? Вопрос серьезный и непростой. И вот здесь уже у меня описывается что такое ДЭФ и почему кто-то постоянно мыслит негативно, почему негативная жизнь идет, почему негативные комментарии пишутся. Вот, например, я знаю точно, что кто-то пишет, допустим, негативный комментарий, этим людям сразу же можно посочувствовать. Бедные несчастные люди, они несчастливы, они по жизни несчастливы, они не удовлетворены своей жизнью, потому что человек, который живет на позитиве, который счастлив, у которого все хорошо, который любит, любим и все нормально у этого человека, он не будет писать гадость другому человеку, потому что когда ты гадость кому-то посылаешь, в этот момент ты в этой гадости как раз-таки и находишься. Поэтому вот это все зная, я уже заранее сочувствую тем, кто пишет негативные комментарии, ну остается только посочувствовать. Ну а для того, чтобы их просто не читать, чтобы они мне не попадались на глаза и не портили мне настроение, я их удаляю или блокирую пользователя, когда я вижу, что человек просто полон ненависти, зачем мне такой человек нужен вообще, и он мне не нужен. От таких людей я избавляюсь на раз, вот так, раз, и вычеркнулась жизнь. Такие люди перестают для меня существовать раз и навсегда. Но не будем о грустном. Ну что, ребята, надеюсь, я вам, в общем-то, вполне рассказала о своих книгах, что я читаю и что я советую вам прочитать. А сейчас еще я читаю книжечку Маленькие Будды, их родители, это дочь мне подкинула книжечку, но я думаю, что мне нужно ее почитать, потому что в общении с детьми взрослые часто делают ошибки, мы не понимаем детей, они еще не могут излагать свои мысли, и для того, чтобы детей лучше понимать, а так как я постоянно с внуками общаюсь, внучок у меня маленький совсем еще пока не может говорить то, что думает, но внучка хоть и говорить может, но она может думать одно, говорить другое, ну в общем, для того, чтобы детей лучше понимать, книжку я тоже читаю. Я люблю читать полезные книги, хотя иногда, когда я читала, поглощала просто эти книги, иногда такая куча информации наваливалась на голову, и нужно было ее, чтобы там информацию устаканилась, немножечко разбавить, иногда я там какой-нибудь детективчик небольшой могла прочитать, ну какую-нибудь такую книжечку, которая просто меня отвлекала, но в основном я искала информативные такие книги, которые мне давали пищу для размышлений, которые обогащали мой ум, и которые помогали мне в жизни что-то менять, и к чему-то двигаться, принимать какие-то решения, быть уверенной в себе, потому что, честно говоря, нам уверенность все-таки придают знания, но одни знания нам дают, допустим, в школах, в вузах, это знания, они направлены куда-то, миллионные знания, они куда-то направлены, а вот эти знания, они обогащают нашу жизнь, наше мировоззрение, может быть, меняют, по крайней мере, помогают нам чувствовать себя хорошо, уверенно в себе, и двигаться дальше по жизни, делать что-то для себя, для своих близких, в общем, делать то, что вам нравится. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео, а то я что-то тут уже разболталась слишком. Всем желаю хорошего настроения, всем желаю понять себя, найти себя, продвигать себя в какой-то личной жизни, в общественной жизни, вообще найти свое любимое дело, потому что, вы знаете, мне кажется, человек может быть чувствовать себя не вполне полноценным, если у него нету любимого занятия. Вот, любимое занятие, любимое дело, мне кажется, каждый человек должен иметь для себя, и тогда у человека есть отдушина, помимо тех дел, которые мы по жизни делаем необходимых, нужно что-то еще для себя и для души. Поэтому я хочу вас вдохновить, хочу поднять вам настроение, придать уверенности в себе, ничего не бойтесь, идите вперед, действуйте, и желаю вам удачи и хорошего настроения на вашем жизненном пути. Кому понравилось мое видео, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok